Всем добрый день! Сегодняшнее видео по вашей просьбе. Сегодня я подскажу простые приемы самопомощи, которые помогают при пневмонии и даже при таком ургентном состоянии, как отек легких, когда мы, допустим, ждем приезда скорой помощи. Тем не менее, как врач, я вам должна сказать, что пневмония – это не то заболевание, при котором следует заниматься самолечением. Пневмония – это то заболевание, которое должен вести, контролировать и назначать лечение вам именно врач-специалист. И это то заболевание, которое нуждается в медико-ментозном лечении. Так вот, именно врач может вам правильно подобрать лекарственные препараты, потому что пневмонии бывают грибковые, бактериальные, вирусные. И очень часто пневмония – это то заболевание, которое развивается молниеносно, особенно если речь идет про маленьких детей. Поэтому не злоупотребляйте, если вы себя плохо чувствуете, если у вас есть кашель, если у вас есть слабость, обязательно обратитесь к лечащему врачу. Тем более, мы с вами живем в период коронавируса. Тем не менее, про приемы самопомощи. Эти приемы известны с советских времен, но сейчас немножечко задерлись и подзабыты. Первое. Если мы с вами оказываемся в ситуации, когда у нас, допустим, есть пневмония и начинается отек легких, безусловно, как вы это состояние можете оценить? Вам резко становится плохо. У вас появляется слабость, у вас все клокочет в груди, вы не можете откашлять. У вас пот может быть, ну то есть резкое ухудшение состояния, у вас синеют конечности. Безусловно, это повод просто-напросто вызывать скорую, потому что у вас еще появляется дикая одышка и поверхностное дыхание. Так вот, в данной ситуации, первое – это вызвать скорую помощь, и второе – что нам может помочь в этой ситуации. И, кстати, этот же способ хорош, если у нас пневмония, нас с вами оставили дома, но при этом нам с вами очень тяжело дышать. Это всевозможные спиртовые ингаляции. В таком случае мы с вами берем медицинский спирт или банально водку, льем ее на бинт, сложенный в несколько раз, или на марлю, или просто на чистый носовой платок, или чистая палаченечка, но хлопчатобумажная, и дышим вот этим самым спиртом. Чем выше концентрация, тем легче будет становиться наше дыхание. Спирт действует, алкоголь действует как пеногаситель. Когда у нас идет отек легких, жидкость, которая накапливается в легких, легкие действуют как губка, и у нас идет процесс пенообразования. Кстати, один из признаков отека легких, это когда у нас идет еще и розовая пена. И дышим мы с вами вот такой импровизированной маской до приезда скорой помощи. Либо же в домашних условиях, если нас оставили дома с пневмонией, и мы чувствуем, что нам тяжело дышать, мы задыхаемся, да, у нас мокрота никак не отходит, но здесь стекло кочет, и есть признаки вот этого вот состояния, то же самое. Делайте вот такие вот спиртовые ингаляции. Это как скорая помощь. Теперь мы с вами не трогаем, да, ургентную ситуацию. Здесь мы с вами фактически больше ничем повлиять в домашних условиях не можем. Кстати, не используйте для ингаляции какие-то пахучие спиртовые настойки. Не используйте ни в коем случае духи или тройной одеколон. Все, что пахучее спиртовое, мы с вами не трогаем. Либо спирт, либо просто-напросто водка. Ну а теперь ближе к пневмонии. Следующее, что мы с вами можем делать, это подзабытое питье, питье содовое, питье щелочное. Если у нас с вами пневмония, да, нам тяжело откашливать, у нас сухой кашель или мокрота скудная, и когда мы закашливаемся, простите, мы вплоть до того, что уписываемся, такие боли, а мокроты нет, обязательно используйте щелочное питье. Мы берем с вами стакан воды, да, и на него теплой кипяченой растворяем пол чайной ложки, одна треть или пол чайной ложки соды и пьем вот это вот щелочное питье. В советские времена даже продавалась минеральная вода, содовая называлась, и именно ее рекомендовали пить при бронхитах и при пневмонии. Возвращаемся к этим истокам и просто-напросто делаем себе дома содовое питье. Причем здесь уже не важно, вы пьете до еды, поскольку вам кушать вряд ли захочется, или после еды вы просто пьете в течение дня равными порциями вот эту содовую воду. И вы заметите, как вам становится легче дышать, и у вас увлажняется мокрота, и она начинает отходить, то есть вы ее начинаете откашливать. Не забывайте про содовое питье. Следующий момент. Безусловно, все помнят и знают, что нужно принимать положение полусидя, да, или сидя. Иногда мы с вами даже упираемся, потому что нам больно кашлять. Плюс, смотрите, вот такое сидячее положение, да, оно облегчает нашу участь. Поэтому по возможности присаживайтесь и не просто присаживайтесь, а пытайтесь делать гимнастику. Следующее, что нам помогает при пневмониях, это специальные либо дыхательные гимнастики. Я не буду сейчас их афишировать. Можно найти, да, всевозможные дыхательные упражнения, дыхательные гимнастики. Но когда у нас с вами пневмония и все болит, то я уверена, что для большинства людей вот эти дыхательные гимнастики, это просто не к месту. Самое простое, что мы с вами можем делать, это отводить наши руки. Дело в том, что наши легкие используют практически 30% от своего объема. А вот такие банально отведения рук увеличивают вот этот вот самый объем. И если вы можете, если вам не тяжело, вы делаете даже вот просто сидя, да, на кровати или полулеша, вот такие упражнения. Отводите руки свои, одну или обе. Ну и еще один способ самопомощи, если у нас пневмония, задышать это дыхательное упражнение. Очень просто. Мы с вами по возможности максимально набираем в легкие воздуха через нос. И выдыхаем этот воздух через губы, которые мы складываем в трубочку. Показываю. Максимально вдохнуть и максимально долго выдыхать. И делать несколько таких подходов. Ну и еще то, что нам рекомендовали старые советские доктора при пневмониях, особенно при хронических, когда у нас это длительный процесс, это надувание обыкновенных шариков. Но опять-таки, не всегда у вас дома есть под рукой обыкновенные шарики, воздушные. Поэтому делайте, по крайней мере, имитируйте вот это вот надувание шариков. В принципе, вот это упражнение, которое я вам показала, глубокий вдох и выдыхание через губы, которые мы складываем с вами в трубочку, это некий аналог вот этого надувания наших шариков. Вот и все. То есть, смотрите, как ургентная скорая помощь, это вдыхание через какую-то ткань, смоченную спиртом, алкоголем, без всяких ароматических добавок. Второе, это щелочное питье. Третье, это то, что мы с вами делаем по возможности, вот такую гимнастику, открывая как бы наши легкие. И вот это дыхательное упражнение или надувание шариков. Но и, безусловно, если у нас хроническое пневмония, понаблюдайте за собой, обратите внимание, когда у нас с вами острый период, у нас болит за грудью, нам тяжело кашлять, мы с вами непроизвольно начинаем сутуливаться. Мы присаживаемся так, чтобы вот как бы прикрыть себя, скрыть себя. Так вот, если мы с вами сутулимся, если мы с вами постоянно принимаем такую позу, то у нас снова-таки уменьшается объем легких. По мере того, как вы будете выздоравливать, обращайте внимание на свою осанку. Раскрывайте плечи, раскрывая плечи, вы раскрываете и грудную клетку. Тогда начинаете дышать, что называется, полной грудью. Но, безусловно, еще раз напомню, что лечением пневмонии должен заниматься лечащий врач. Именно он вам даст основные рекомендации. А это небольшие подсказки, которые помогают скорейшему выздоровлению. Будьте здоровы!